Скиния была сделана из таланта, чистого золота, но слово талант это не еврейское слово, а слово кикар. Я точно не могу сказать сколько это талант, потому что в разные времена это было разная мера веса, но довольно приличная. Довольно приличная, я думаю где-то около 20 килограммов золота, да. И слово имело также значение равнина, долина и булка хлеба. Вот, еще значит кикар, кэли, принадлежность, кала быть совершенным, сделанным, цельным. И интересно, что еще слово кикар, опять-таки, имеет сходство с древнеславянским. Кто знает, что такое кика? У нас сохранилось это слово, старославянское слово, кокошник, совершенно верно. Это головной убор замужной женщины, высокий головной убор, который называется кокошник. Вот смотрите, кикар, корона, да. А, кстати, птица, имеющая кокошник на голове, как по-молдавски называется? Кокош, да, то есть это петух. И когда мы говорим о кикаре, мы вспоминаем о кикар золота, значит, цельный, совершенный талант золота, да. Ешуа тоже говорит о талантах. И запоминание о короне, кикар о короне. Талант золота – это своеобразный символ нового мира, где все совершенно и сделано из чистого золота. Хорошо. Еврейское традиционное трактование Менеры. Первое. Менера представляет собой мудрость Торы, которая сравнивает со светом. Помните, есть выражение? Тора, ора. Как она звучит по-русски? Тора, ора. Учение – свет, да? Учение – свет. Менера, видите, того же самого корня. Итак, мудрость Торы, которая сравнивается со светом. Притча Мишлей 6.23. Потому что заповедь – это светильник, а Тора – свет. Митсва. Что это? Митсва – это нора, да? А, Тора – ора. Видите, как интересно? Хорошо. Дальше. Второе. Она была изготовлена из одного куска золота. И это символизирует единство Торы. Единство Торы. Все остальные – украшения, галахот, ягодот – это чашечки, завязи и так далее. Но все это исходит от одного ствола. Третье. Так, еврейской традиции мы говорили, что здесь не говорится о связи с Ешовом. Мы уже говорили о связи с Ешовом. Но еврейская традиция – это связывается с Торой. Значит, Тора – свет первое, да? Второе. Изготовлен из одного куска Тора, из одного куска золота, что символизирует единство Торы. Все остальные украшения – это уже идут на стволе. Но главное – это Тора. А потом Эзра объединил. Вот, было там отдельно, значит, семь книг написал Моисей. Одна книга, она пошла в эти самые, в Иови, да? Это у нас не Тора, не пророки, а Писания, да? И одна книга, она вошла в Тору. Это книга пророка Беляма. Или пророка Валаама. Мы знаем, что это часть книги чисел. То есть Моше написал семь книг по еврейской традиции. Значит, семь ветвей Торы указывает на семь книг Торы. Кстати, очень интересная книга Иова. Во-первых, она объясняет, почему страдают праведники, да? Во-вторых, она очень древняя книга, и там нет ни одного упоминания о евреях, да? Ни одного упоминания о евреях. Хорошо. Дальше. Значит, шесть ветвей Миноры соответствует шести порядкам. СДЕРОТ, 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 МНОГО ПОРЯДКОВ, ШИША, СДЕРОТ, ШЕСТЬ ПОРЯДКОВ, или разделов МИШНЫЙ. Да, шесть боковых ветвей, соответствует шести порядкам. СДЕРОТ, 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 МНОГО ПОРЯДКОВ, да? Шесть порядков, то есть шесть основных частей МИШНЫЙ. И мы видим, что если Тора представляет собой стержень, да, то боковые ветви – это человеческие. МИШНЫ – это что есть? Человеческое толкование Торы. Дальше. Да, в общей сложности на Миноре получаются 22 чашечки, соответствующие основным буквам, из которых состоит Тора. И Минора была установлена в южной части Мишкана. Потому что, по выражению мудрецов, мудрость находится на юге. Она была установлена напротив стола, чтобы дать понять, что для процветания необходима Тора. Стол – это процветание, обилие, а Тора – необходимо, да, потому что это то, что дает нам мудрость. А без мудрости мы не можем иметь никакого изобилия. Хорошо. Теперь будем говорить конкретно о покровах. Скинии. 26 глава. 26 глава. 13 стихов. Читать вам все? Покрытие шатра сделай из десяти полотнищ, пусть будут они скручены вместе. Дети льна, голубой шерсти, багариницы, червляницы, сделай тканые изображения, кругов на них. В другом еврейском переводе. Скинии сделай из десяти полотнищ, из скрученного шесть сложений висона. Синеты, пурпура, червляницы и крувим. На завесе были разноцветными нитями вытканы изображения ангелов. Хотя, как странно, да? Ангелы обычно, да, не должны быть изображения. Не поклоняйся их, не служи. Почему ангелы находились на завесах? Мы уже говорили вчера. Предназначение кругов, что? Защищать и отделять, да? Предназначение занавеса, что? Защищать и отделять, да. Длина каждой полосы двадцать восемь локтей, ширина четыре локтя, все полосы одного размера. Пять полос должны быть сшиты одна с другой, и другие пять полос должны быть сшиты одна с другой. Сделай петли из голубой шерсти по краю наружной полосы одного сшитого полотнища, и тоже сделай по краю наружной полосы другого полотнища. И 50 крючков, да, сделай, таких, чтобы они входили в эти петли, это шестой стих. Сделай 50 золотых крючков и соедини этими крючками полотнище одно с другим. И станет покрытие шатра сплошным. Вот так сшивались они, да, по пять сшивались вместе. А между этими пятью сшитыми верхней и здесь находились крючки, похожие на змейку, да? Кстати, вы знаете, что эти змейки тоже изобрели евреи? Да. Это уже удивительно, да? Совершенное число 10. Совершенное число 12, да? А 11 какое число? Несовершенное. Значит, надо сделать 11 покровов, тех 10, да? Следующее 11 покровов. Искользь из шерсти для покровала на шатер. Длина каждой 30 локтей, ширина каждой 4 локтя. Все 11 полос должны быть одного размера. И шеи полосы один с другой. Опять отдельно 5 полос и отдельно 6 полос. Половина крайней 6 полосы должна свисать над ходом шатер. То же самое, 50 петель делается и 50 медных крючков. Покровало должно свисать с одной боковой стороны шатра в том месте, где кончается полотнище шатра, на один локоть из двух локтей, на которой полосы из шерсти, длиннее полос из льна, и на один локоть с другой стороны. Вот такое устройство. И вы помните, мы говорили, что есть скелет, да? И скелет, он имел определенные покровы. И эти покровы напоминают, да, покровы человеческого тела, да? Эндотелий, мезотелий, да? Эндотелий, я еще раз напоминаю. Эндотелий – это что? Какие? Кишечник, внутренние органы, они имеют покров эндотелий, да? Мезотелий – это что? Сердце, сосуды – это те органы, которые не имеют выхода наружу, да? И эпителий – это кожа, которая находится сверху. То есть, строение покровов скини, оно напоминает строение человеческого тела. Итак, значит, скини – мешкан, место обитания, а также шахен, шахен, сахет и шхуна – квартал. И должно быть десять покровов. Десять – это какое число? Миньяна, да? Это человеческая община. Это человеческая община. Когда уже у нас минимум десять человек, мы можем открывать синагогу, да? Мы можем находиться в Миньяне. Как собираются в Миньян, но говорят, так, давай, давай, быстренько, быстренько в Миньян. Будешь сейчас в Миньяне десятым. А теперь надо найти четвертого, пятого, шестого, седьмого, седьмого. И так далее. Хорошо. И одиннадцать, значит, десять покрывал из вессона. Мы говорили, вессон – это что? Лен, да? Лен с голубой, пурпуровой и черленной шерсти. Одиннадцать покрывал из козьей шерсти и покрывал из кож бараньих красных и сверху еще из синих или кушкур тахаших. Тахаши. Покрывало Е-ри-а. 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 А смотрите. А-ро-а будет пастух. Вот такая ро-э-ро-а – это что означает? Смотреть, видеть, да? А такое ро-э – это что? Пастух. Пастух. А это похоже с греческим словом? Эпи-скопос. Эпи – значит, сверху. Аскопос – телескоп, микроскоп. Да? Вот. Тот, кто смотрит. Тот, кто смотрит. То есть, это запоминает нам и греческое. Рэ – пастух, пастырь. Ра – ухаживать за стадом, пастух. А также следовать, соединяться и быть другом. Такие имеют значения. А-ре-а. Рэ – друг, товарищ, компаньон. Рэ – означает друг, товарищ, компаньон. А женский вариант – все знают это имя. Рая. То есть, имя рая конкретно означает подруга. Подруга, компаньонша. Друг, товарищ, компаньон. А район – идея. Район – идея. Означает идея, мысль. Да? Идея, мысль. И он должен быть скрученный. Скрученный. Он должен быть мажзар. Это скрученный канат. Скрученный канат. И должно быть сделано хорошо. Искусная работа. Хошев, маосе. Буквально мудрый. Да? Умный. Умный работа. Потому что хошав означает думать, одумывать, изобретать. Хошев – важный, уважаемый. Хишев – подсчет. А махшев или думалка, или то, что подсчитывает, это что? Махшев. Махшев – калькулятор или компьютер. То есть, оно должно быть все точно рассчитано и точно хорошо сделано. Итак, мы уже говорили, что голубой цвет, еще раз отметьте, у вас в процессе, скорее всего, будет, если я уже что-то говорю второй или третий раз, да? Да, голубой цвет символизирует о чем? О божественности Ишево, да? Пурпуровый – о царственности. Красный – о чем? О жертвы, да? И белый – это человеческий цвет. О человечности. Имеются определенные размеры. Размер называется меда. Меда. Размер. Меда. Но я еще раз говорю, о гласовах мы не видим в Торе. Вот, есть еще слово, которое соответствует все по одному стандарту, по одному размеру. Мы все знаем это слово. Что? Мода. Мода, да? Мода – это того же слова. Модель. И по этой модели можно делать фотомодель. И все стремятся быть похожими на эту фотомодель. Однокоренное слово. А также, видите, моде. А моде – это что? Благодарность. Помните? Моде – они, ле фонейха. Есть такой итальянский художник, вернее, жил в начале 20 века. Модельяне. Моде – ле они. Да? Благодарю я тебя. Или боя благодарность. Тебе дам. Вот. То есть, вот такие. Должна быть определенная величина и определенная мера. Все измерено. Все рассчитано. Полностью все соответствует. И есть определенный во всем порядок. Правда? Бог есть любовь. И Бог есть Бог порядка. Сейчас я не буду очень сильно углубляться в эти все вещи. Но я вот еще хочу сказать еще интересную вещь. Помните, мы говорили, что верхних покровов было по 10. Нижних покровов было по 10. А средних покровов сколько было? 11. И 11, мы говорили, число несовершенное. Несовершенное. Но 11, сколько вот осталось апостолов после того, как один предал Ешу? 11. Да? Вполне возможно, что это указание на апостолов. Да. Ну, было. Потом стало 12, но это уже был вопрос выбора. Хорошо. Я не буду сейчас много вас перегружать символами. Давайте перейдем к строению непосредственно самих вот этих бревны. Помните, я вам говорил, что чем-то они напоминают... Какой конструктор? Лего. Вот, посмотрите. Рисуночек и вот этот рисунок. Вот. Бревна были сделаны из чего? Из акации, да? Покрыты золотом. И здесь были определенные прорези. И были внизу золотые подставки, так? И вверху вот были такие штучки, которые соединяли. Не золотые, внизу серебряные, да? Серебряные были подставки. И серебряные вот эти штучки, соединявшие части. Вот, если вы, может, кто-нибудь принесет в Лего, если у вас длинный метрик. Каждая бревнышка. Оно было вот такой прямоугольной формы. Так. И вот здесь было два пупырышка, как у конструктора Лего. И здесь подставка. В подставке еще от этого бревнышка, второго пупырышка, да? Эта пупырышка шла в другую подставку. Так. И так далее. А здесь шел разрез. И соединялась вот такая серебряная скобка. Соединяла эти два разреза. И здесь соединяла скобка. И здесь соединяла скобка. То есть в общей сложности конструкция выглядела вот так. Вот так. Здесь соединение. Здесь соединение, здесь соединение, здесь соединение, здесь соединение, здесь соединение, здесь соединение, здесь соединение и так далее. Похоже на конструктор Ляга? Очень похоже. Поэтому я думаю, что конструктор Ляга тоже придумали евреи, строившие эскинию. Но, кроме того, здесь было просверлено сквозное отверстие, которое проходило через все, в середине, так, вот тут, в середине, вот здесь, такое, да, прям, то в середине, в середине. И здесь проходил стержень, который крепко очень соединял, да, вот, так что хорошо он ходил, здесь была золотая трубочка вставлялась внутрь, и здесь вставлялась золотая трубочка, и здесь вставлялась золотая трубочка. Кроме того, здесь были скобки, и здесь были скобки, и сверху, и снизу, по внутренней части, но уже не сквозные, а с боковушки еще проходил стержень. Вот еще раз внимательно посмотрите, как это все соединялось. Да? Видите, как интересно. То есть, конструкция была очень быстро, легко собиралась, никаких шурупов, никаких болтов, вот, никаких гвоздей, будет вам скинье, и никаких гвоздей, сказал Господь. Все очень легко соединялось. Так, брус. Брус, помните? Множественно было крошим. Крошим. Помните, я вам говорил, каникулы кроша, да? Крошим. А один брус назывался кэрэш. Какое мы одноковинное слово знаем? Корыш, да? Корыш, липший друг, липший приятель. Отчего это произошло? Вы помните Кир, который мы говорим, что он Кир? В американской Библии, по-моему, Сарус называется, да? Сарус Кир. В действительности его имя Корыш. И это был не еврей, который любил евреев. Да? Вот Кир был прадедушка Ахашвироша, если я не ошибаюсь, а уже сын Ахашвироша, о котором мы говорили, и Эстер был знаменитый царь Дарий. Слышали? Таком. И вот Кир, значит, сказал, дал повеление, чтобы строили Скинию, да? Но затем, на очень долгое время, Скинию перестали строить, начали растаскивать уже материалы, да? И только уже позднее было дано постановление, чтобы опять строили Скинию. Ну, храм, то есть, да. Храм. Восстанавливали храм. Я хотел правильно сказать, да. Хорошо. Итак, застыть. Да? Замерзать. Застыть. Кстати, вот слово Кикар. Кикар, как мы тоже говорили, да? Кикар – талант золота. Это слиток золота. И он что делает? Кар. Застывший. Застывший слиток золота. Да? В русском языке есть однокоренное слово? Или украинском? Крица. Слышали это слово? Это когда получали, ну, это технология средневековья. Опять, когда получали мягкое железо первоначально, делали глиняную, вот такую домную, небольшую. Она была примерно так вот, почти в раз человека. В середине шхита, уголь, шихта, уголь и руда, отверстие для поджигания и отверстие для поддувания воздуха. И качали мехами туда воздух. Когда температура становилась высокая, вот эта глина обгорала, да, обжигалась, и в этой доме происходило сгорание. Сгорание несколько суток. Когда сгорание заканчивалось, то эту домну просто ее разбивали молотком, и обгоревший вот этот уголь, и в центре, внизу, железо застывшее. Называлось тоже крыться. Видите, от слова кар. Охлаждать. Хорошо. А вот эти шипы, они назывались руки. Ядот. Руки. Вот эти шипы. И ядот еще похожий на Адон. Адонай. Хозяин Господь. Адони. Мой господин. Даян. Судья. Дин. Суд. Приговор. Значит, брусья были сделаны из дерева шитим, покрыты золотом, были гладкие, без широковатости. Длина одного бруса составляла 10 локтей, то есть 5 метров. Ширина 1,5 локтя, то есть 75 сантиметров. Число 10. Брусья означало 10 заповедей. Так. Ширина, состоящая с двух сторон по полтора локтя, в общей сложности давала число 3. Три единства Господа. Вот. С южной, с северной сторон брусьев было по 20, а с западной и восточной по 8. Западной 8, а с восточной брусьей, извиняюсь, что не было. Там был что? Вход. Там был ход. Скини. Хорошо. Каждый брусь – это символ отдельного человека. И когда мы стоим, видите, одна нога в одной опоре, другая в другой. Стоять на одной ноге неудобно. Но мы, когда стоим соединенные любовью, да, и стоим крепко соединившись друг с другом, и наши ноги как бы вставляются в там же, где нога и соседево наше товарищество. То есть это что? Человеческое единство. Единство, которое оставляет основу всего. И если сказал Ишуа, что ты, Петр, ты камень, да, то, если бы Ишуа жил во времена Моисея, он бы сказал, что ты, Петр, ты есть брус, да, брюно, из которого мы будем строить свою общину. Хорошо. Делаем перерыв.